Но об этом говорим далее. С нами уже на связи Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. Ну, говорим о шансах Эрдогана, соответственно, но и о роли Эрдогана, его политики в отношении России и Украины. Игорь, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, как бы вы оценили шансы Эрдогана, опять-таки, победить на вот этих выборах, которые намечаются этим летом? Эрдоган очень сильный политик и, конечно же, шансы у него большие. Несмотря на все вот вышеперечисленные и абсолютно правильные месседжи, которые вы уже указали в вашем репортаже. То есть, действительно, с одной стороны, против Эрдогана играет вот экономическая ситуация, политическая ситуация, усталость населения, несомненно, все это присутствует. С другой стороны, его готовность браться до последнего за этот пост и использовать любые возможности, они, конечно, могут сыграть важную роль в деле, собственно, избрания Эрдогана. Игорь, а сейчас чья поддержка нужна Эрдогану больше всего? Ну, понятное дело, внутри страны это граждане, это логично, но вот именно по внешней политике. Это все-таки вот какое-то определенное сотрудничество с Российской Федерацией или все же это поддержка Украины и работа Эрдогана именно на пути в остановке, в том, чтобы остановить агрессию Российской Федерации? Что важнее сейчас для Эрдогана? Для Эрдогана важнее деньги. И, собственно, деньги дает Россия. Ну, смотрите, деньги деньгами, но, как мы понимаем, деньги сейчас его не выручают. Его выручит поддержка определенного сегмента общества, которое так или иначе смотрит на его вот эти движения, на его политику. Скажите, вот эти переговоры с Путиным, с Россией, разные потоки, обмен вот в рамках зернового соглашения, там я смотрю, что уже они как бы согласны уже и зерно от России получать, и его перерабатывать в муку, на этом также базируя определенные бизнесы. Вот эта история экономическая играет на руку Эрдогана, Игорь? Да, конечно, играет. И точно так же, как и на руку Эрдогана, и для Эрдогана крайне важно запуск атомной электростанции, и вот эти все другие моменты, связанные с его обещаниями. И мы знаем, что, ну скажем, такие грандиозные проекты Эрдогана, они в значительной степени подорвали экономику, и очень многие критики Эрдогана как раз на этом делают акцент. А вот Путин, наоборот, он подыгрывает Эрдогану, он как раз говорит и, скажем так, в пророссийском сегменте, прессе, очень много звучит очень комплементарных слов на адрес Эрдогана, и как раз Россия делает все для того, чтобы как бы обозначить свое влияние на этот процесс и важность именно вот этого союза Турции и России в деле победы на выборах. Вот сейчас, конечно же, Эрдогану, конечно, нужны победы. Вот если абстрагироваться вообще от, скажем, от денег и всех других вещей, то, конечно, ему нужны победы и демонстрация своего величия. То есть это величие должно опять заиграть всеми красками, которым турецкий народ привык. Ну, неоднократно обсуждал Эрдоган вопрос Украины с Российской Федерацией, но как-то вот без Украины, как-то в обход это было. Тоже вот как вы наблюдаете на протяжении всего полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, насколько трансформируется сейчас политика Эрдогана? Потому что, с одной стороны, да, он не поддерживает напрямую агрессию Российской Федерации, с другой стороны, да, как вы говорите, деньги важны, поэтому сотрудничество с Россией есть. И при этом всем он выступает за то, чтобы все было, ну, все было урегулировано, да, чтобы мир наступил, то есть вроде как и поддерживает Украину при этом. Вы знаете, звездный час Эрдогана, звездное время Эрдогана было в марте-апреле прошлого года, когда турецкая политика играла крайне важную роль. Ну и следующий, последующий шаг, связанный с зерновым соглашением. Вот это ощущение, что можно играть и выигрывать на этом поле, и что можно воспользоваться уникальностью своего положения для того, чтобы, с одной стороны, продолжать находиться, ну, скажем так, в компании джентльменов, но, с другой стороны, получать достаточно большие барыши и на торговле с Россией. То есть вот это ощущение, оно, конечно, скружило голову турецким политикам, и они пытаются его вернуть, вот это ощущение такого славы, да. И сейчас это уже выглядит несколько в прошедшем, в прошедшем времени, потому что ничего подобного уже, конечно же, Эрдоган предложить не может. Разговор как раз-таки с президентом Турции Раджепом Тайпов-Ардоганом в своем твиттере прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он написал, что в беседе поднимались вопросы безопасности на Запорожской атомной электростанции, обмен пленными, развитие зернового соглашения и поддержка Турции в реализации украинской формулы мира. То есть, говорит Эрдоган с Зеленским, да, но при этом в чем Турция могла бы внести большую лепту, основную лепту в том, чтобы остановить агрессию, чем именно? Вы знаете, тут важно обратить внимание, что пункты, которые перечислены в твиттере, это в основном украинская повестка дня. То есть, тут мы имеем дело уже фактически с тем, что мы формируем список вопросов для переговоров с Турцией. И это крайне важно, потому что в любом случае мы показали, что вся эта история закончится украинской победой, закончится возрождением и восстановлением Украины, большими контрактами. И если Турция, а как бы, минуточку, Турция крайне заинтересована в этом, если Турция хочет принимать участие в восстановлении Украины, то она должна соответствующим образом реагировать. В том числе, когда речь идет о всем этом комплексе вопросов. Ну, Игорь, мы еще вот дадим информацию, потому что вот сегодня после этих переговоров, как мы понимаем, ну, ленты просто пестрят и подробностями. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, он провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И, как сообщила пресс-служба турецкого лидера, президент Турции призвал Кремль к перемирию в полномасштабной войне против Украины. И отметил, далее зацитируя, призывы к миру переговорам должны подкрепляться односторонним прекращением огня и ведением честного решения. И по сообщению стороны также обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган призвал Путина к конкретным шагам, чтобы оттеснить курдские подразделения из граничащих с Турцией сирийских регионов. Игорь, а как вы смотрите вот эти конкретные шаги, какие должны быть, но не в отношении курдов, а вот призывов к миру и переговорам, и которые должны подкрепляться односторонним прекращением огня и ведением честного решения? Ну, понимаете, это, конечно, очень такие слова, откровенно говоря, которые очень трудно расшифровать. Это так и традиционная формулировка Эрдогана. Я понимаю, что Эрдогану хочется получить какое-либо решение, то есть чтобы этот переговор и с Путиным не прошли просто даром, чтобы они имели какие-то последствия. И с этими последствиями он уже, несомненно, может обратиться к тому же самому Зеленскому и сказать, смотрите, ко мне прислушивается, и я вот даже могу объявить перемирие. Другое дело в том, что, как очень правильно отмечают украинцы, за это время Путин не сможет вывести свои войска к границам Украины, к международным границам Украины. Поэтому это перемирие, конечно же, выглядит абсолютно ничтожно. Неоднократно говорил Эрдоган о том, что он может быть вот этой третьей стороной, Турция может быть третьей стороной в переговорах со стороны, как-то пытаться урегулировать. Из вот последних заявлений, как бы мог Эрдоган здесь поспособствовать ваше мнение, и могли бы. Из последних заявлений со стороны Российской Федерации, когда этот псевдопатриарх РПЦ Кирилл, когда Путин поручает Шойгу, когда Минобороны говорит, вот все применяем сейчас, будем воплощать в жизни. О чем говорю? О перемирии. О перемирии, который, по сути, циничное объявление со стороны Российской Федерации, мол, давайте на Рождество объявим перемирие, чтобы что? Чтобы устроить какие-нибудь атаки. Никто не забыл, ведь война со стороны Российской Федерации, война в Украине продолжается уже 8 лет. Никто не забыл еще и Иловайский котел, когда объявляются подобные случаи, и потом просто цинично, либо убиваются украинцы, либо какие-то провокации создаются на территории против тех же россиян. Неизвестно, как может действовать само российское войско против своих же людей. Вообще, в принципе, вот ваше мнение, коль мы заговорили о псевдоперемирии, объявленном со стороны Российской Федерации на Рождество, то ваше мнение по этому поводу, и ваше мнение, могли бы здесь как-то поспособствовать Эртоган действительно в том, чтобы было хотя бы на Рождество перемирие, и Российская Федерация не стреляла? Знаете, это, конечно же, большая ловушка. Это западня. И, конечно же, русским доверять ни в коем случае нельзя. Более того, мне кажется, что мы знаем, что россияне готовят удар. Ракетные удары и шахедами, удар по украинской инфраструктуре, по украинским городам. И, собственно, этот удар как раз планируется в ближайшие дни. И очевидно, что расчет на то, что украинцы, в общем, как бы расслабятся, что они поверят русским. Но мы знаем тактику Орды еще времен, когда Московия была Ордой. Мы знаем, как они договариваются о чем-то, а потом сразу нарушают. То есть я тут не хочу обидеть представителей тюркских народов, для которых Орда – это форма организации государства, потому что московиты взяли только самое худшее, что можно взять из этой формы организации. То есть здесь ни в коем случае мы не можем верить им. И вообще вся эта история с посредством, с перемириями. Это ведь Турция не одна страна, которая пытается сыграть на этом поле. Там есть еще несколько стран, которые пытаются усидеть на двух стульях, используя, соответственно, играя на российских интересах. И, как бы, с другой стороны, пытаясь быть якобы на правильной стороне истории. То есть я думаю, что здесь украинцы в любом случае не должны верить ни этим посредникам, ни самой России, а готовиться к худшему и готовиться к отражению нападения. Игорь, спасибо вам большое за разговор, за этот анализ. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на связи.